МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Студия Думска ТВ продолжает работу в прямом эфире в формате вечера на Думской. Прямо сейчас обсуждаем, как можно избежать затягивания дела по 2 мая. Журналист Сергей Дипров готов комментировать этот вопрос. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер, Сергей. Наверняка у вас уже есть ряд определенных предложений, которые могли бы ускорить судебный процесс и уже чтобы какой-то результат был виден этого процесса. Сразу хочу сказать, что я не юрист, тем более ни прокурор и ни судья, поэтому у меня будет взгляд со стороны исключительно. Почему я считаю себя вправе такой взгляд излагать? Потому что достаточно долго и достаточно плотно этим делом занимался. и как журналист, и как зритель в зале суда, поэтому могу делать определенные выводы. Ну, вот сейчас на том этапе, на котором находится дело 2 мая, произошла замена судьи, что снова заставляет рассматривать дело с самого начала. Есть мнение, которое существует, что это непосредственно такой процесс выгоден следствию. Вот затягивание процесса судебного. Однако, вот вчера в нашей студии был прокурор Одесской области Олег Жученко. Мы задавали ему этот вопрос, по какой причине затягивался, и есть ли вообще повод говорить о том, что следствию это выгодно. Ответил по-своему. Можем прямо сейчас увидеть небольшую часть ответа. Давайте вернемся в студию. Покажите, пожалуйста. Почему это может выгодно быть следствием, я не понимаю. Я вам зазначу, что криминальное проведение, которое расследовало, снова-таки, центральным аппаратом, главным следствием управления национальной полиции, скеровано до суду. На данный момент, государственное обвинувачивание поддерживается с працовниками прокуратуры Одесской области. Кроме того, только в 2016 году другая часть, которая не скеровано до суду, направлена для проведения судового расследования до правоохранных органов Одесской области. За тот момент, могу с уверенностью сказать, что проведен величайший объект работы и есть результаты, которых раньше не было. Додатково оголошено про подозру одни особи у вчинене умысленного вбивства та двум особам у организации массовых заворушений, которые спричинили гибель людей. На данный момент, вот... Сергей, вот такая версия у прокурора Одесской области Олега Жученко. Давайте разделим процессы. Давайте разделим уголовное производство. Есть дело, которое уже расследовано прокуратурой. Следственной прокуратурой и направлено в суд. И полтора года слушается в Малиновском суде. Есть уголовное дело, которое все еще расследуется. Оно до суда не дошло и не знаю, дойдет или не дойдет. Это отдельный разговор. Сейчас задержка, точнее, начало слушания с нуля, то есть шаг на полтора года назад, произошел по первому делу. И здесь прокуратура Одесской области играет только роль государственного обвинителя. Было сказано, что расследование проводил Главное следственное управление МВД. Надзор за следствием проводила Генеральная прокуратура. Вот эти два органа составили обвинительный акт, передали его в суд, а потом, как в известной комедии, сказали, все, мы свое дело сделали, сказали они Одесской прокуратуре, теперь ваша очередь. И свалили всю ответственность и все обязанности по поддержанию обвинения по этому делу на Одесскую областную прокуратуру. Это неправильно, потому что есть принцип, который называется принцип преемственности прокуроров. Вот прокурор, который следил за следствием, надзирал за тем, как работают правоохранительные органы, следил за законностью, вот он же должен в суде дальше продолжать. Потому что он знает все нюансы дела, он может оперативно решать какие-то вопросы в суде. В суд это, в конце концов, это состязание сторон, в этом состязании он имеет хотя бы карты на руках, знает, что, к чему, что значит каждый документ, он все это видел. Этого не произошло. Но, возможно, следовало бы как-то Олегу Жученко на это отреагировать? Олег Жученко и все прокуроры Одесской области, они люди под... как сказать... не подневольные. Они не могут сказать, что Генеральная прокуратура, наше прямое руководство, неправо. Они получили приказ, приказы не обсуждаются, приказы выполняются. Я могу об этом говорить. И я видел, как Генеральная прокуратура сдала ногами, в прямом смысле слова, ногами запихала этот документ в суд, потому что Приморский суд не хотел рассматривать, и все судьи поголовно взяли отвод. Потому что качество дела очень плохое. Малиновский суд вернул на доработку, потому что даже элементарные вещи, реестр документов и приложенные документы друг другу не соответствуют. Сколько тамов в деле? В реестре одна цифра, а по факту другая цифра. Суд вернул это на доработку в прокуратуре. Все, что нужно было сделать, там выполнить 20 пунктов замечаний, которые были указаны. Прокуратура это два месяца не сделала. И запихнула обратно с новыми проблемами в суд. Суд снова вернул. Прокуратура через апелляционный суд это вернула обратно. О чем это говорит? О том, что Генеральная прокуратура делала все, чтобы сдать и забыть. Вот как студенты. Вот экзамен сдал и забыл, и все. И они забыли. И когда в суде понадобилось, как положено по закону, предъявлять оригинал документов, предъявлять вещественные доказательства, предъявлять вещи, которые были изъяты на обыске, это длилось месяцами. Ну вот еще тоже хотелось бы понимать. Генеральная прокуратура, возможно, не очень заинтересована, менее заинтересована, чем прокуратура Одесской области. Все-таки это у нас происходило. Ну, в любом случае, прокуратура — это единая система. В любом случае. Другое дело, что есть работники, которые занимались этим делом на этапе досудебного следствия, которые не занимались. Те, кто занимались, они находятся в Киеве. Те, кто не занимались, они находятся в Одессе, и сейчас вся ответственность на них. И когда требуется пять заседаний для того, чтобы добиться, чтобы из Киева прислали конверт с документами, из прокуратуры одной в прокуратуру, другую, извините, это безобразие. Почему это так? Почему прокуратура не ходит на эти заседания генеральные, не собираются пожинать лавры, да потому что мы хорошо знаем, что всем качеством расследования не посадить нормально, не оправдать нормально людей не получится. Эти документы, которые любой суд, как приморский суд, сделает все, делал все, чтобы от него избавиться. А вот это одно подозрение в умышленном убийстве? Это по другому делу. Это по тому делу, которое до суда еще не дошло, и там открытого публичного процесса еще не происходит, и там это может идти достаточно долго. Вот насколько реально вести дело 2 мая, но вот как-то отдельно каждую ситуацию каждого отдельного человека есть ли вот, может быть, это и является путем выхода из вот такой ситуации? Ну, смотрите, принципиальной невозможности здесь нет. В деле было 22 подсудимых. Осталось в одном процессе 20. Один из них согласился сотрудничать со следствием его дела, как полагается по закону, было выделено в отдельное рассмотрение. Второй исчез. Он уехал то ли в Крым, то ли куда-то еще. Он не появлялся на заседании для того, чтобы не останавливать весь процесс, чтобы не тормозить всех. Его тоже выделили в отдельное. То есть при желании это можно делать. Они слушаются как единая группа, группа обвиняемых в одном и том же преступлении. Но группа должна иметь определенные признаки. Должна иметь там структуру, должна иметь распределение обязанностей, и должна быть квалификация их действий как группы. Есть специальная статья в уголовном кодексе преступления совершенно группой лиц. Это им не вменяется. Вменяется только участие в массовых беспорядках, которые сами по себе являются массовыми. Поэтому даже судьи из материалов дела, никаких сложностей с тем, чтобы разделить это на отдельное производство, ни юридических, ни технических особых, я не вижу. Да, нужно, извините, прямо говоря, поднять задницу, да, извините, нужно потрудиться, да, разделить доказательства. Но что это даст? Я считал, там, математикой немножко владею, если человек средний, там, среднестатистически, болеет пять дней в году, а для того, чтобы заседание состоялось, нужно иметь как минимум 50 человек в зале, одновременно пришедших, вероятность того, что каждое заседание состоится, составляет процентов 40. То есть два из пяти заседаний будут сорваться по объективным причинам, человек болен. Плюс кто-то не пришел по неважительной прицене, кто-то, кто прокурор не пришел разок, кто переводчик сказал, извините, мне деньги не платят, я не буду ходить на заседание. То подсудимый не пришел по непонятной причине, заплатил штраф. Из 93 заседаний половина была вроде как сорвана, я не помню точную цифру, но где-то около того. Если в заседании будет один подсудимый, один адвокат, один прокурор, один судья, эта вероятность уменьшается сразу до 5%, до 10 максимум. То есть одно заседание из 20 или из 15. Но вот эти ваши предложения, так понимаю, это и предложения группы 2 мая, они были уже как-то озвучены, оформлены, кому-то предложены? Ну, я бы не сказал бы это предложение, пока это мысли, которые, на мой взгляд, достаточно очевидны. И здесь, опять же, все в руках сотрудников прокуратуры. Если они хотят ускорить процесс, они могут инициировать этот вопрос, подав заявление, ходатайство о выделении дел в отдельное производство. Тем более, что состав подсудимых все-таки неоднороден. Есть те, которые признают свою вину, есть те, которые не признают свою вину, есть те, которых обвиняют в организации, есть те, которые обвиняют в рядовом участии. И сейчас, что мы видим, 19 человек сидит в зале заседаний и слушает то, как оглашаются обвинения в отношении одного. И так вот 19 раз подряд, но мы сейчас где-то прошли где-то треть этого процесса. И понятно, что если бы это заседание было бы одновременно в 20 залах, это все можно было слушать и смотреть одновременно. Да, больше работы, но лучше ужасный конец, чем ужас без конца. И потому что на пресс-конференции мы оценили, конечно, предельный срок рассмотрения этого дела, ну лет 15, потому что через 15 лет настанет предельный срок привлечения к ответственности и дальше уже возможны варианты. Но 15 лет слушать это дело, извините. Но и по закону Савченко там уже большая половина будет свободна за 15 лет. Да, через 7,5 лет, если ничего не изменится, то этих людей однозначно нужно выпускать. Они уже по закону формально отсидели полный срок. Они будут ходить, должны ходить на заседание как участники процесса. Но до этого времени еще далеко достаточно. И надо что-то делать с этим. Ну вот у вас конкретно была в понедельник пресс-конференция, она так и называлась «Пути решения», да, вопрос затянувшегося по делу 2 мая. Вот с такой инициативой, о которой вы сказали разделить, раздробить дело на каждого человека отдельно, вы будете выступать с этой инициативой, возможно, предлагать? На этой пресс-конференции участвовало 4 человека. Это судья, судья-спикер Малиновского суда, это глава Союза адвокатов Одесской области, это глава правого сектора и я. И, в общем-то, все сошлись во мнении, что разделение дела было бы полезным. Другое дело, как делить? На 20 частей или на 5, там по 2-3 человека. Это уже вопрос, но возможности для этого есть. И сейчас, учитывая, что дело все равно сброшено, все равно уже произошел возврат на ситуацию в мае 2015 года. Все равно придется искать всех потерпевших, 30 человек, все равно придется брать документы, все равно придется зачитывать акты. Все равно уже время прошло. И сейчас удачное время для того, чтобы исправить все эти ошибки. И вернуть это в Генеральную прокуратуру на сопровождение, что будет правильно, справедливо и лучше для расследования. И, возможно, пересмотреть саму структуру обвинения, возможно, кого-то выделить. Возможно, там есть подсудимые, которые готовы заключать сделки. Возможно, есть подсудимые, которые готовы признавать свою вину и не слушать даже доказательства в свою очередь, в свой адрес. Возможно, там есть, которые не соглашаются с этим обвинением. То есть уже можно быть в индивидуальном порядке с каждым из них работать, принимать решения о содержании, не содержании под стражей. Вы, кстати, тоже с этими людьми общаетесь, как-то контактируете. Что они думают по этому поводу? Ну, опять же, я повторю еще раз, состав неоднородный. Те, которые сейчас находятся под стражей, да, возможно, если они понимают, что обвинительный переговор в их адрес неизбежен, если они не видят для себя перспективы оправдательного приговора, то, понятно, сейчас у них пока не находится в СИЗО, время для них течет двое быстрее. И поэтому, собственно, наверное, поэтому по инициативе одного из таких подсудимых, Сергея Долженкова, и было начато слушное дело сначала. Есть люди, которым за полтора года уже это смертельно надоело. Эти люди находятся под стражей, они живут нормальной жизнью, но два раза в неделю, в середине рабочего дня, они должны идти в суд, и там ничего не делать. Вот сидеть и слушать, как слушаются, или не слушаются, как приносятся, или не приносятся в виде доказательства в отношении кого-то там другого, которого они не знают, и теперь уже особо не знают, и теперь вообще знать не хотят. Но без них процесс как-то идти не может. Поэтому, если есть желание действовать по закону и бездушно, да, можно так еще лет пять ходить на заседание, не будет срываться, не срываться, происходить. Лет через десять вынесется какой-то приговор, и все формально будет правильно. Если же у нас есть желание все-таки как можно быстрее, как можно справедливее это рассмотреть, ну, тут уже можно действовать. Инициатива в руках прокуратуры. Ну, вот по поводу желания. Вы непосредственно не являетесь ни адвокатом, ни юристом, ни судьей. То есть все, что делаете вы по отношению к этому вопросу, это ваша личная инициатива. Используясь. Вот, вопрос в том, и вы в глазах того же судьи, того же прокурора, вы активист. Вот как они прислушиваются к вам? Как у вас диалог строится с органами, которые, собственно, осуществляют суд и процессы? Ну, костяк нашей группы – это журналисты. У нас свой канал взаимодействия, вы знаете, это говорится всеми так, чтобы кто-то один тебя услышал. Что мы, собственно, и делаем. С судьями мы не общаемся и не должны этого делать, я считаю. Судьи должны быть независимы от любого мнения и мыслить только фактами. Поэтому, естественно, никакого общения, никакого взаимодействия с ними не происходит. Но, тем не менее, приходят на пресс-конференцию, прислушиваются. Или какое это было приглашение? Не официальное на пресс-конференцию по делу второго мая? На пресс-конференцию пришел судья-спикер. Он не входит в коллегию, он не слушает это дело. Его функциональные обязанности – это профессиональное, грамотное оглашение позиции суда или пояснение ситуации с точки зрения суда по этим вопросам. Вот он тоже, в общем-то, лицо достаточно стороннее. И, наверное, поэтому он может себе позволить нормально это обсуждение. И поэтому, наверное, наши точки зрения и сошлись. Что касается общения с другими правоохранителями, как сказал господин Жученко, да, активизировалось следствие в 2016 году после передачи в Одессу. И многие члены нашей группы были официально допрошены как свидетели, как эксперты. Мы передали довольно много материалов. Мы помогли следствию установить важные обстоятельства, например, в точное время смерти конкретных людей. Тут очень удачно совместились материалы, которые есть у нас и материалы, которые есть у следствия. Очень полезная работа была. Но, опять же, у нас, у журналистов свои возможности, свои инструменты, свои методики. А у них свои. И свои возможности, и свои методики, и свои цели, и задачи. И поэтому все-таки хочется, чтобы мы сильно не смешивались. Ну и, к слову, о материалах. Давайте напомним, не так давно состоялась презентация книги 2 мая. Уже есть какие-то первые отзывы? Да, уже нашли не совсем точные подписи к фотографиям, и это хорошо. Но в целом библиотеки ждут. Нам уже звонили, к нам спрашивали, ну когда же мы уже хотим это увидеть. Ко мне позвонил сотрудник прокуратуры и высказал претензию, что ему почему-то не досталось книжечки, ему тоже интересно почитать. Поэтому я думаю, что действительно книга это полезная работа. Но, опять же, повторю еще раз, я вижу нашу работу как какую-то точку отсчета, относительно которой можно будет потом оценивать события в суде, события со следствием, события, которые будут происходить политически. Вот это какой-то фактаж, который позволит более обгрунтованную, более обоснованную точку зрения иметь. Также фильм «Кровавый след русской весны» был также не так давно. Да, в первую очередь мы ориентируем этот фильм зрителям за пределами Одессы. Потому что за пределами Одессы мнение о нашем городе складывается немножко не такое, как есть на самом деле. Поэтому, собственно, и появились переводы на шесть языков, переводы и субтитрования. Поэтому там довольно много уделяется ситуации в Одессе после 2 мая. Одесситы видят, одесситы знают, как живет город. А вот за пределами Одессы почему-то вот события 2 мая затмевают все, что было до, и все, что было после. Хотя тоже, естественно, это построено на тех фактах, которые наша группа установила. Все-таки и книга, и фильм, конечно, когда демонстрация идет в Одессе, у Одесситов свое есть мнение, свое отношение. Это понятно. Вот увидели вы уже реакцию какую-то, например, столицы Киева, где были показаны фильмы и представлены книги? Прошел показ кинофильма на Первом национальном и на сайте Первом национальной копии этого фильма имеется. Я вижу такие отзывы. Спасибо. Заставил задуматься. Фильм заставил пересмотреть. Фильм заставил снова подумать. Наверное, это главная задача, которая перед нами стояла. Мы никого не обвиняем. Мы ничего не говорим, как есть на последней инстанции. Наша задача, чтобы люди узнали больше и подумали больше. Это происходит. Говорим вам за это спасибо. Спасибо большое. Сергей Дебров, журналист, также участник, эксперт группы 2 мая, был у нас в гостях. Сейчас прерываемся на обзор новостей и поговорим о вострении конфликта на Донбассе. Дождитесь.